Доказательства произведенных вычислений — это способ, позволяющий проверить, что нужные вычисления были действительно проделаны. Часто этот протокол сводится к задаче. Эту задачу должно быть возможно решить, но потребуется многоэтапное вычисление. Упростить вычисления нельзя. С другой стороны, результат должен проверяться легко и за меньшее время, чем требуется на решение. Данный метод применяется, к примеру, в платежной системе Биткоин. В этой системе данный протокол применяется при формировании цепочки блоков. Помимо Биткоина, где протокол начал применяться сравнительно недавно, существуют и другие области применения. Например, принцип подтверждения выполнения вычислений используется для защиты от DOS-атак. Смысл в том, что субъект, посылающий запрос, должен решить некую задачу, после чего он получает ответ на свой запрос или некую услугу. На выполнение задачи требуется определенное время. А отвечающая на запрос сторона может легко проверить, выполнил ли инициатор запроса поставленную задачу. Если «да», его запрос выполняется. Но изначально этот принцип, доказательство проделанных вычислений, насколько я знаю, был предложен для защиты от спама. Надеюсь, все знают, что такое спам. Это электронные письма, которые вам абсолютно не нужны. В данном случае этот протокол может быть привязан к сообщению. То есть он работает как почтовая марка. Но вы платите не деньгами, как за марку, а вычислительной мощностью процессора. Если кто-то посылает небольшое количество сообщений, такая защита не слишком загрузит его компьютер. Это будет незначительная задержка, потому что число сообщений невелико. Некоторые затруднения в работе возникают, но весьма незначительные. А вот для спамера, который рассылает много сообщений, сотни тысяч, а может и миллионы, цена окажется чересчур высокой. На решение задач для всех сообщений уйдет слишком много времени. Надеюсь, мне удалось дать представление о сферах применения принципа протокола. Давайте посмотрим, как это работает на практике. Обычно, в качестве доказательства проделанных вычислений, нужно подобрать ответ на некий запрос. Обозначим его буквой Z. Z — это запрос. И тот, кто пытается решить задачу, получить подтверждение выполнения вычислений, должен предъявить ответ, подходящий к запросу. Правильное решение и задача определенным образом математически связаны. Если говорить о спаме, то запрос может представлять собой электронное сообщение. То есть, задача должна быть непосредственно связана с областью применения. Итак, нам нужно ввести ответ, подтверждение, обозначим его как O. Нет. Лучше обозначить буквой P. Это подтверждение или ответ. Смысл в том, что при предъявлении подтверждения, если соединить запрос и ответ, и применить к их сочетанию криптографическую хэш-функцию, такую, например, как ша-256 или нечто подобное. Итак, я беру запрос и подтверждение, соединяю и применяю хэш-функцию, которая представляет собой математическое преобразование. И мне нужно предъявить такое подтверждение, чтобы на выходе получился очень специфический код. Первые биты выходных данных должны представлять собой ноль. Скажем, первые 40 или первые 30 битов должны быть нулевыми. А остальные биты будут представлять собой оригинальное сообщение. Ясно, что нужно подобрать такой ответ, чтобы он вместе с запросом после применения хэш-функции давал именно такие выходные данные, которые должны получиться после соединения запроса и ответа. Если применяется хорошая хэш-функция, то единственный способ подобрать ответ — это перебрать множество вероятностей. То есть применить грубую силу, просто подставлять ответы до тех пор, пока не найдется правильной. например, если на выходе должно быть 40 нулевых битов, то вам потребуется 2 в сороковой степени попытки. 2 в степени 40 запуска хэш-функции. Нужно будет подставить 2 в сороковой степени варианта ответа, и один из них должен сработать. 2 в сороковой степени — это приблизительно 1 триллион. Т.е. есть триллион вариантов, и каждый надо хэшировать. Вероятно, тогда вы подберете ответ, дающий 40 нулевых битов. Иногда нужно меньше, чем триллион попыток, а иногда — немного больше. Вам может повезти. Или, наоборот, не повезти. Но в среднем нужно около триллиона попыток, чтобы подобрать подходящий ответ. В общем, это непросто. Но в пределах возможного. Попробуем разобраться, почему сложно найти более эффективную схему, чем простой подбор вариантов. Надеюсь, вы помните, что хэш-код выглядит более-менее бессвязно. В некоторой степени он напоминает результат подбрасывания монет. Как будто вы подкидывали монеты, и если выпадал орел, вы получали 0, а если решка, то 1. То есть, вы как будто пытаетесь посчитать, сколько раз нужно подбросить 40 монет, чтобы 40 раз подряд выпал орел. Ясно, что вероятность этого события невелика. Но это в пределах возможного. Если 40 монет подбрасывать около триллиона раз, то рано или поздно они все упадут орлом вверх. Кстати, подобные алгоритмы можно упрощать и усложнять. Скажем, вы хотите, чтобы для решения задачи потребовалось еще больше вычислений. Вам нужно увеличить объем работы по перебору вариантов. Для этого можно просто увеличить количество нулевых битов в начале. Каждый дополнительный ноль требует вдвое больше вычислительных ресурсов компьютера. То есть, увеличение количества монет, выпадающих орлом всего на одну, приведет к удвоению числа попыток. Если нужно подбросить 41 монету, чтобы 41 раз выпал орел, то потребуется в два раза больше попыток, чем с 40 монетами. Точно так же, если число нулевых битов уменьшается на один, это в два раза сокращает объем вычислений, необходимых для решения. Например, если требуется, чтобы орел выпал только 39 раз, то количество подбрасывания монет сократится вдвое по сравнению с ситуацией, когда нужно 40 нулей. Интересно, что после того, как решение было найдено, скажем, кто-то сделал триллион попыток и ввел подтверждения, которые работают. Это решение очень легко проверить. Все, что для этого требуется, это соединить запрос и ответ, и хэшировать их. Скажем, если кто-то предлагает такое решение, назовем его P', все, что нужно для проверки, это взять задачу и решение и хэшировать их. И выяснится, совпадает ли число нулевых битов. В общем, все, что требуется, это применить хэш-функцию к сочетанию z и P', и убедиться, что выходные данные действительно содержат нужное число нулевых битов. И если обнаружится, что нулей столько, сколько нужно, то можно посчитать, что работа была проделана, потому что ясно, что на получение ответа P', который в сочетании с задачей после применения хэш-функции дает нужное число нулей, потребовалось очень много времени, точнее, много попыток. Как вы могли убедиться, подобные схемы довольно просты и в то же время эффективны. Они сводятся к тому, что нужно найти ответ, определенным образом математически связанный с запросом. Надеюсь, в этом видео мне удалось дать представление о принципе протокола доказательства произведенных вычислений.